Салют, чуваки, с вами Киид, и сегодня давайте мы с вами посмотрим, какие в данный момент есть модификации на последнюю версию игры 1.1.0, которая у нас с вами стала именно официальной, а не бета-версией с 1 марта. Что ж, погнали. Начнем, пожалуй, мы с вами с модификации Full Invasion. Это у нас своя мультиплеерная модификация, которая позволяет игрокам сражаться против ботов, то есть несколько сотен человек против огромной кучи ботов, 4, 5, 6 сотен, сражаются по системе волн, удерживают точки, ну и набивают фраги, прокачиваются, меняют снаряжение и так далее. Довольно увлекательная модификация для вас и ваших друзей, которая позволит вам скоротать вечерок-другой. Также есть довольно интересная модификация под названием High Middle Ages, то есть Кальрадия Высокого Средневековья. Думаю, из названия понятно, что в данной модификации будут переработаны все войска, которые находятся у нас с вами в ванильной версии маунта. То есть у нас с вами войска здесь, во-первых, переходят в эпоху Высокого Средневековья, то есть становятся более современными, скажем так. Ну и во-вторых, здесь довольно серьезно переработан баланс, что очень важно. Особенно, если вам надоели ванильные войска. Сделано все это по модели, как пишет автор Камень, Ножницы, Бумага. То есть будет противник, против которого они будут беспомощны, но также будет и отряд, который они будут разносить в свою очередь в пух и прах. Ну то есть, условно, лучники сильные против пехоты, но в то же время кавалерия их разносит только так. Таким образом, можно будет всегда подобрать очень интересные сетапы для того, чтобы уничтожать каждого отдельного противника. Судя по всему, в данной модификации переработаны не только ВСК, но также и побочные фракции, и различные бандиты и так далее. Но здесь это не показано специально, как говорит автор, чтобы не портить вам, так сказать, впечатление от самой модификации. Типа, чтобы вы все это увидели самостоятельно. Довольно интересная модификация, как раз таки, если вы еще добавите к ней какой-нибудь мод на как раз таки историческую тематику, либо же смену просто-напросто или увеличение всех этих вот кланов, государств и так далее. Думаю, будет очень и очень интересно наблюдать за этими весьма масштабными зарубами. Еще одна довольно интересная модификация, суть которой заключается в изменении государств и их войск, а также направленная на баланс, называется Make Calradia Great Again, ну или сделай Calradia снова великой. Тоже довольно интересная модификация, которая немножко более глубокая, как мне кажется, нежели предыдущий мод, который я вам только что показывал. Хоть здесь, конечно, и не задействована историческая составляющая, как в предыдущем моде, но, тем не менее, здесь вместо этого берут и улучшают то, что уже есть в выдуманной вселенной Calradia, что довольно-таки интересно. Опять же, здесь перерабатываются, как я и говорил, все абсолютно фракции, также здесь перерабатываются, естественно, бандиты, мародеры и вот это вот все. Называются они теперь повстанцами и дезертирами. У них большие комплекты доспехов и вообще разнообразие в этих войсках, что сделает стычки с бандитами значительно более интересными. Также стрелы и болты переделаны для того, чтобы выглядеть не просто как соломинки, а как нечто более реалистичное. Ну и, конечно же, лошади с верблюдами были увеличены для того, чтобы выглядеть значительно более массивней. Ну и кучу других изменений, в том числе и баланс, о котором я говорил в самом начале. То есть теперь балансировка стала значительно более лучшей, которая позволяет каждой фракции иметь свои сильные и слабые стороны, исходя из новых деревьев войск. Еще один интересный мод, но в этот раз он связан больше с глобальными политическими событиями, ну или, проще говоря, с дипломатией на глобальной карте. Называется Alligence Overhaul, конечно, если я правильно все это дело произнес. Суть его заключается в том, что он предоставляет три основные функции. Во-первых, это у нас с вами гарантия лояльности. То есть гарантия того, что клан, который вы переманите к себе в королевство, не сбежит буквально через пару дней. То есть задаются определенные лимиты, на время которых новый клан для вашего королевства не сможет просто-напросто от вас свалить. Также как раз-таки эта самая система миграции кланов между королевствами была здесь переделана. Ну и, наверное, самое интересное, это взаимодействие королевства игрока с другими кланами. То есть другие кланы теперь сами могут перебраться в ваше королевство, если оно для них кажется более перспективным и более интересным. То есть теперь не только игрок будет получать предложение наемничества или же вассалитета, но и другие кланы ботов будут стараться присоединиться к вам, если ваше королевство разрастется и будет достаточно мощным. Также хотелось бы отметить вот эту вот небольшую модификацию, которую я ранее не видел, ну или не замечал, черт его знает. Китайская модификация, которая добавляет наборы спартанских доспехов, что выглядит весьма и весьма интересно. Так что если вы захотите поиграть в Спарту, то благодаря этой модификации в совокупности с My Little Warband, вы сможете создать себе собственные спартанские подразделения и идти уничтожать неверность. Что, думаю, будет весьма и весьма интересно, особенно если вы немножечко устали от ванильной игры. Еще одна интересная модификация, которая позволит вам разнообразить свои ванильные похождения, это Кальраде Эд Во. Данная модификация, не сказать, что глобальная, но тем не менее вносит достаточно серьезные коррективы в ваше базовое прохождение. Потому что добавляет она прям дофига чего. Добавляет 21 новую фракцию, добавляет около 200 различных новых юнитов, которые не удаляют что-то из ванили, а вот именно добавляют что-то именно свое. Добавлена также куча различных бандитов, кланов и так далее. То есть просто это расширение того, что уже имеется в текущей Кальраде. И так что данная модификация позволит вам, так сказать, подольше поиграть в то, что вы любите, с новыми дополнительными юнитами, кланами и фракцией. А вот это, наверное, одна из моих любимых модификаций, которые только есть для расширения именно функционала базовой игры. Называется XBerry Legacy. И эта модификация предоставляет прям огромный спектр дополнительных возможностей. Итак, у нас с вами, во-первых, предоставляются банки Кальраде. То есть в каждом городе вы сможете открыть свой депозитный счет, закинуть туда деньги и, так скажем, жить на проценты. В начале, естественно, это бесполезно, но под конец игры, когда у вас денег скопится, вы сможете как раз-таки жить на эти самые проценты. И, насколько я помню, благодаря этим банкам можно как раз-таки взять денег взаймы и потом платить с процентами. Тоже довольно полезно, если вы по глупости своей профукали все свое начальное состояние. Также есть небольшая функция под названием прорезать всех. Ну, то есть добавляет возможность вам прорубать несколько противников одним ударом. То есть в данный момент вы сможете сделать такую фиговину благодаря двуручному топору, либо же двуручному древковому. А благодаря этой модификации вы сможете делать такое не только с двуручными топорами и древковым, но и с обычными, условно, мечами, как одноручными, так и двуручными. Более интересен здесь у нас с вами смертельный бой, который добавляет кровотечения, если попадать пожизненно важным органам. Ну, то есть вы можете попасть куда нужно, не убить противника с одного удара, но буквально через несколько секунд он сочет кровью и умрет. Весьма-весьма интересно. Дружественный огонь добавляет между войсками, то есть даже оружием ближнего боя. На самом деле не особо сбалансированная тема, потому что частенько бывают лютые мясорубки, и по итогу ваши войска, пытаясь убить 10 человек, убивают еще десяток своих в попытке как раз таки добить оставшихся. Ну, еще одна интересная функция, которая добавляет этот мод, это у нас тренировочные поля. Ну, то есть вы просто заходите на арену и начинаете тренировать свои войска за золото. Но участвовать во всем этом деле, как в условной модификации службы солдатам, вам не нужно. То есть вы просто платите деньги и войска ваши прокачиваются, получают опыт за ваши деньги. Это довольно полезная тема уже на поздних этапах, когда вам все это дело надоело, типа качаться на бомжах, бандитах и так далее. Когда в очередной раз потеряли войска в какой-нибудь условно осаде или крупной битве, а так вы просто наняли себе бомжей, потренировали их и у вас готова новая армия. Модификация под названием Форбери. Возможно, об этой модификации многие из вас слышали, но все равно хотелось бы ее упомянуть. Эта модификация позволяет вам захватывать и контролировать переулки, а также добавлять различные преступные предприятия и миссии, как раз таки связанные с криминальным миром. Также благодаря этой модификации вы сможете организовывать подлянки вражеским государствам и кланам. То есть, условно, вы сможете сперить деньги у какого-то вражеского клана, а также сможете организовать восстание в каком-либо городе, который уже как бы к этому предрасположен из-за низкого количества верности. Не знаю, честно, как это все дело будет взаимодействовать с функцией захвата переулков из ванильной части, но раз данную модификацию обновили до последней версии, видимо, они как-то придумали, как со всем этим делом бороться. Но модификация в тысячу раз глубже, чем та же самая ванильная функция, так что обязательно рекомендую к ознакомлению, если вы еще в нее не играли. Еще одна довольно малюсенькая модификация, но очень-очень полезная, под названием Better Time. Данная модификация позволяет вам значительно быстрее передвигаться по глобальной карте без каких-либо чит-манипуляций. Просто-напросто добавляет вам новую кнопку для ускорения на глобальной карте, плюс все эти кнопки от первой по третью вы сможете регулировать у себя в настройках. Так что вы можете довольно серьезно сэкономить себе время, если вам нужно частенько перемещаться с одного конца карты на другой. Довольно полезная штуковина. Также есть такая модификация, как Dismemberment Plus. Данная модификация, по сути, не предоставляет ничего, кроме как раз-таки отсечения вражеских конечностей, ну и большего количества крови, конечно же. То есть не привносит, по сути, ничего нового, но при том бои, которых, как мы знаем, в последней стадии игры очень-очень много, делает их более захватывающими, что ли, ну и зрелищными, в конце концов. Также не могу не упомянуть расширенный гарнизон. Как вы, наверное, уже поняли, данная модификация предназначена для тех людей, которые владеют какими-либо своими территориями, то бишь городами, либо замками. И которые наверняка сталкивались с тем, что необходимо довольно продолжительное количество времени каждый раз бегать по деревням, собирать каких-то бомжей и отправлять их в гарнизон, чтобы боты сразу же эту территорию не отбили. Теперь этого делать более не нужно. Что, наверное, самое важное, вы сможете назначить себе рекрутеров, которые будут регулярно снабжать ваш гарнизон новыми солдатами, также они смогут их тренировать, что самое важное. И, естественно, вы все это сможете настроить с точки зрения лимитов. То есть вы сможете настроить лимит гарнизона, который у вас будет, то есть все это дело не сожрет ваши финансы к чертям собачьим. Плюс вы сможете настроить отряды патрулей, которые будут ходить и условно бить мародеров, которые грабят ваши деревни, тоже довольно важная тема То есть это просто-напросто упростит вашу жизнь с точки зрения заботы о ваших же поселениях Ну и последней модификацией на сегодня будет CRPG Это у нас с вами мультиплеерная модификация, которая представляет собой по сути самый классический мультиплеер Разница лишь в том, что здесь есть прогрессия и прокачка То есть вы можете зайти на их специальный сайт, присоединиться с помощью стима и естественно участвовать во всех тех многопульских сражениях и прокачивать своего персонажа То есть обычная RPG-шная система, вы бьете людей, за это вы получаете опыт, который вы естественно раскидываете Получаете монетки, за них вы покупаете снаряжение и тем самым становитесь все круче и круче на данных серверах Для тех, кто любит подобного рода прогрессию, данная модификация будет весьма интересным мультиплеерным опытом Ну что ж там господа, на этом мой видос подходит к концу Надеюсь он был кому-то полезен и вы смогли подобрать для себя хотя бы парочку модификаций, которые скрасят ваши грустные вечера в Кольраде Ну а с вами был Кит и всем пока!